Последние недели две, на раз с периодичностью через день происходит отключение горячей воды. Куда не спрошу, никто ничего не знает, почему, как, зачем. Позвонил на горячую линию в безопасный город и вот что мне ответили. Безопасный город, операция 9, слушаю вас. Алло, добрый вечер, а можно уточнить информацию? Волгоградская, какие-то веерные отключения горячей воды происходят, что вообще случилось в очередной раз? Нет, у нас нет такой информации по веерному отключению. Ну, получается, через день включают, выключают, включают, выключают, уже так дней 5, наверное. Нет, нет такой информации. Ну, вот на данный момент нет горячей воды, что случилось, можно уточнить? Вы можете оставить пока только обращение, уточнить вы не можете. Ну, давайте обращение. У нас потому что нету никакой информации. Не перезвонят или как? Адрес назовите, пожалуйста. Волгоградская. Так, нет горячей воды снабжения, да? Да, и отопления тоже нет, кстати, до сих пор. У нас отопления не везде есть. Ну, вот у меня мама живет, проспект Ленина, 22, там есть отопление. Мы же вроде в одном городе живем. Не могут всех вас подключить. У вас кто, управляющая компания? Внук. Принято ваше обращение, сейчас будет передавать внук и вот так. Все, понял, спасибо. Пожалуйста. Прошло еще пару дней. Отключение горячей воды не остановилось. Позвонил еще раз в безопасный город. Безопасный город, император 29, заслушаю. Алло, здравствуйте. А можно уточнить информацию? Позавчера я звонил вам, чтобы уточнить информацию, почему через день отключается горячая вода в Волгоградской. Более того, ну, мне никто ничего не перезвонил, не объяснил. И сейчас опять нет горячей воды. То есть, какие-то верные отключения или как это можно понять? Смотрите, сейчас в данный момент по всему Южному, по всему Центральному, ну, почти по всему Центральному, Глиморском не работает котельная. То есть, они просто встали. То есть, сначала был у них переход на зимний режим, потом оказалось, что они не готовы к этому переходу и отключили полностью свои котельные. Подача не подается, и администрация подала иск на тепловые сети. и сейчас это решается все вот таким путем, потому что они не подают, что люди их идут. То есть, ну, получается, практически весь город? Да, практически весь город. Приморский район, Центральный район и вообще практически весь Южный. Ну, весь Южный больше всего, конечно, страдает. Поэтому сейчас сами ждем, то есть, как там это все решится. Ну, пока что тишина. Вот такой интересный ответ. Администрация подала иск, а пока страдают, как всегда, обычные люди. Администрация подала иск, а пока страдают, как всегда.